всем привет привет ребятки сегодня приготовим обалденный вкусный чимчи вот смотрите вот такое вот как сэндвич очень вкусный обалденный морковь чапарков чак здесь очень такие есть секретные ингредиенты которые вам все покажу все расскажу все приступаем приготовления так ребята что нам для этого понадобится приготовить обалденный вкусную чем чем сама пекинская капуста вот и помыл до сих пор вода даже капает пекинская капуста у меня три кочана назвать здесь нужно отрезать среди вот эти кочерыжки старенькие которые так тебе что нам надо берем вот капусту пекинскую надрезаем вот так на кочерихе вот видите докуда надрезал теперь берем аккуратно и вот так разрываем и у нас так получается прелесть вот такая видите маленькие кочанчики у меня в этот раз я взял и я не буду делить еще на части здесь что можно только сделать можно так надрез делать и все чтобы здесь он просолился тоже уже здесь самая твердая такая толстая лист вот здесь и он нужно чтобы здесь получше посадилась и укладываем чашку у меня вот такая вот чашка можно пластмассу в принципе разницы нет самое главное уложите куда-то чтобы она и вот так делаем все так вот видите все мы это сделали это мы уже сделали эти листики положить ничего страшного теперь переходим к рассолу рассол здесь 3 столовые ложки на литр воды и ставлю здесь у меня получается может чуть больше двух литров я просто делаю на глаз я поставил банка 7 столовых ложек таких полных пересорить и ничего страшного в принципе ничего такого катастрофического не произойдет почему потому что потом будем еще промывать промывать будем некоторые еще делают так я принцем раньше тоже делал бра берут лист капусты и просаливают как так кидают соль так тоже можно сделать просолить да ну я это мне не боролся способ для этого я буду делать по своему проверенному показывать вам тот способ который мне понравился все вот это готовый рассол здесь соль растворилась все и заливаем вот смотрите в моем случае получилось так что рассола не много ну так не покрылась полностью проблем нету сейчас ставим груз составим груз ставим него такая большая тарелка есть мы ее ставим и сверху просто такую банку кто хочет у кого гиря у кого камни кирпичи может кто-то может жену посадить не могу посадить она снимает так что вот я банка решил баночку поставил то что вот капуста торчит еще раз повторюсь ничего страшного потому что она в течение двух часов два-три часа она смягнет и наоборот уже провалится еще вода так сверху будете проблем нету здесь все теперь оставляем как минимум на сутки все смотрите спустя суток как уселась от помните как было сверху аж капуста а вот она просолилась и села что теперь мы нужно делать убираем груз убираем тарелку так можно воду слить и вот наша такая получилась заготовочка пекинская как она вот размякла все теперь нужно что сделать промыть ее хорошо под краном проточной водой и опять набрать воду простую без соли без ничего и пускай постоит где-то минут 15-20 пускай постоит чтоб лишняя соль ушла так смотрите ребята что нам понадобится пока капуста замачивается мы займемся аджика или как это правильно назвать соусом специально которую будем обмазывать капусту для этого я взял вот петрушка можно если хотите по желанию кинзу из зелени вот это у меня аджика это чисто горько аджика здесь из горького перца сделано чисто из горького перца его добавим а это я здесь красный перец тоже перекрутил давай чтоб не сильно было остро потому что у меня будут дети кушать и кушают те кто не сильно острое любит а кто любит сильно острое можете не добавлять красном также добавим пару ложек томатной пасты морковка дайкон и вот такая редька арбузная можно добавлять и не арбуз на обыкновенную также забыл положить пару яблок красный положу один такой желтый принципе разницы нет мы ложите какие хотите пару яблок сможет сладкий можно кисленький все начинаем приготовлению соуса аджики для начала натерем морковку морковку натираем на такой терке для морковки по-корейски который делается натираем не на длинную она короткие так так короткими у нас получились вот такие короткие полоски так вот так морковочку натерли все вот это погружаем вот эту миску теперь сделаем дайкон его не будем весь делать его сделаем половинку тоже так же на этой терке тоже так берем получается у нас вот такие полосочки царите редьку вот эту арбузную мы делим пополам потому что нам сына большая не нужно вот этот хвостик уберем и все так же натираем также яблоки натерем сейчас то принципе натираем на такой терке так солить и редки натерли морковочку натерли вот так получилось теперь нужно это все посолить так слегка и добавим еще уксусной эссенции одну чайную ложку хотите уксус добавьте си метро уксусной эссенции уксусной уксуса добавьте 2 чайные ложки и пускай минут пять постоит так смотрите теперь вот нарежем петрушки кто хочет и кинзу я в кинзу тоже с удовольствием нарезал но что-то я тупанул не купил ее режем так мелко вместе вот этими палками палки больше даже запах аромата дают и в этих словах очень много полезных витаминов так режем петрушка класса очень пахнет аромат мощный такой тоже сюда закидываем так смотрите яблочки тоже натерли нет видите красные желтые разницы нет что-то не помягкать одинакового цвета так добавляем кто-то скажет зачем яблоки там добавлять сладкие и тому подобное попробуйте получится очень классно теперь сюда же добавляем перец сладкий аджику вот она чисто чисто такая конкретно аджика из этого перекручен здесь только один острый перец добавим 3 столовые ложки томатной пасты нужно теперь это все помешать все хорошо нужно перемешать все равномерно размешалось так ребята за третьем вот капуста моя я ее все воду слил вот так слегка выжил не прям даже в сильно вот слегка выжил вода ушла лишняя все теперь нужно промазать ее промазываем тоже вот так тарелку чашку какую-нибудь открываем листики и ложим вот так вот так ложим и промазываем и у нас получится такой как бы сэндвич капуста с этим с этой массой не знаю как и правильно назвать аджика или просто ну соус не назовешь тоже блин обалденно вообще даже такой запах классно я прям сейчас сжал ну вот так поняли очень такое дело не хитрое не тяжелые так берешь и ложишь получается такой сэндвич его важно вот так и сохранить потом когда будем нарезать вот вы сами увидите я сейчас все приготовлю он должен постоять как минимум тоже сутки должен простоять чтобы он вот пропитался чтоб все вкусы перемешались а сюда в качанчик тоже можно сделать потому что здесь такое самое толстое место она в основном бывает там не про мариновывается не пропитывается вот так и дальше делаем все как бы принципе так смотрите ребятки вот все домазал хочу показать один прикол такой как я делаю когда я мажу смотрите я вот он взял так домазал потом я беру вот это раз вот так закрутил получается такая как колбасочка чтобы сегодня упадала и плотненько плотненько все вставляю увидите они в соку теперь чтобы это все было вот так все по фен-шую я сделаю вот так тарелочкой придавлю все принципе у так вон он не будет стоять в холодильнике до завтрашнего дня а завтра будем дегустировать будем кушать так ну вот ребятки смотрите самый интересный момент самая концовочка нашего проекта пекинского смотрите как все прокласилась все капуста готова все можно употреблять можно хранить холодильнике долго можно хранить проблем нету все все готово все прокласилась все просолилась такая бомба получается берите пробуйте обязательно попробуйте вот просто рекомендую так бессмеля берем это капусту и вместе с этой марков чо и свекла чо и нас редька медики на черта и все так бомба куда часть она очень нежно вот здесь погрубе но тоже бомба так прям сэндвича берем и кушаем ставьте лайк и подписывайтесь на очень много вкусных рецептов